Приветствую вас, братья и сестры! Любовью Господа нашего Иисуса Христа! Сегодня у нас продолжается подготовка к празднованию Рождества. Я в этом году специально захотел говорить четыре раза про Рождество, и не только в тот день, чтобы не произошло так, чтобы мы жили, 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 и вдруг оно случилось. Будем готовиться к нему. Сегодня вторая проповедь из цикла Рождестве. Но в самом начале я хотел, чтобы мы пообщались немножко. Церковь во многом это общение. Давайте мы разобьемся на маленькие группки, и я предлагаю вам обсудить такой вопрос. Назовите тех людей, которых вы считаете великими, вот по вашему мнению друг к другу, и скажите, почему. Просто интересно, чтобы обсудили. Кого вы считаете великими и почему? Из живых, из мертвых, кого угодно. Из нерожденных нам не надо, потому что... Ну, очень приятно видеть, как мы общаемся. Надеюсь, что это общение продолжится, что мы там не закончатся. Почему я спросил по поводу величия? Потому что сегодня я буду говорить именно о величии людей, о том, как они великими становятся. Вот. У нас вот хороший был разговор, каждый, наверное, нашел, что там может быть, кто-то убежден в том, что великих людей по-настоящему не бывает, бывает только Бог великий. И, в принципе, это тоже правильно. Но я сегодня хочу говорить о том, как человек приобретает величие. И сегодня, поскольку у нас рождественская история, мы будем говорить о Марии. Давайте перед этой проповедью помолимся. Я прошу вас. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твое доброе к нам отношение. Отец, Сын, Дух Святой, мы славим Тебя. И просим, благодарим Тебя, Господи, за то, что... за Слово Твое, которое нам дано для того, чтобы мы понимали то, чего мы не можем увидеть своими глазами, пощупать руками. Ты, Господи, даешь нам особое откровение о тех вещах, которые человек не может сам обнаружить в этом мире. Мы за это Тебя благодарим. И просим Тебя, чтобы сегодня Твое откровение для нас стало очевидным, чтобы оно учило нас. Мы просим Тебя, чтобы Дух Святой Твой объяснял, был нашим учителем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В своей жизни я вспоминаю всегда... Есть такие случаи, которые ты всегда вспоминаешь и думаешь, что Бог тебя чему-то научил. И я сегодня думал об одной девушке. Девушка с девушкой я познакомился, потому что, когда я работал и искал сотрудников, мне позвонила... Она мне позвонила по телефону. Я рассказала о том, что она хочет работать у нас, что хочет, чтобы ее взяли на работу, что она хочет быть корреспондентом. Я спросил, сколько тебе лет? Она сказала, 16. Я говорю, ну, 16 как-то рановато еще. Мы же серьезные люди, мы не можем. Я сказал, подрасти немножко, потом позвонишь. Вот. И я думал, что на этом все закончится, но через год она мне опять позвонила, говорит, мне уже 17. Я подумал, что если человеку за год желание не отпало, то, наверное, можно посмотреть. Когда она пришла, я видел, ну, в принципе, она была очень молодой. Я не могу сказать, что ребенок, но, в общем, у нас взрослый тоже никак-то нет. Но она начала работать у нас. Мы ее обучили в газете всему, что нужно делать корреспонденту. И она начала звонить по телефону и писать замечательные, умные такие станки, заметки о очень больших деньгах, о больших вещах. Она просто звонила по телефону, узнавала новости и так далее. И когда-то я читал ее текст, то нельзя было сказать, что ей 17 лет всего, потому что она в жизни ничего особо не видела. То есть было все очень умно и правильно. Ну, чуть-чуть подправляли там. А потом ей пришлось пойти на интервью. Чтобы вы понимали, что она в то время ходила в кедах почему-то. И каких-то странных, одежда у нее была такая, молодежная очень странная. А пойти ей нужно было к очень большому начальнику. И когда она зашла к этому начальнику, он говорит, а вы кто? Говорит, ну, я вот такая-такая корреспондентка. А он постоянно кеды, потом постоянно ее, а потом опять... Говорит, вы действительно? Ну, да. И когда он начал задавать вопросы, он понял, что он действительно та, за кого он себя выдаешь, что это не какой-то подвох, не какая-то шутка. И вот о чем я думал, когда я размышляю на этой истории. Этот человек пришел, она была фактически, ну, по-моему, там, тинейджером, подростком еще. Но благодаря тому, что она присоединилась к уважаемой газете, к уважаемому изданию, это добавило ей веса. Ее стали принимать в очень таких больших кругах. Она могла общаться с теми людьми, которые принимают решения на миллионы долларов. Так бывает, что присоединившись к чему-то, ты вдруг становишься более значимой визненной. И через... прошло там потом 5-6-7 лет, и она стала там очень узнаваемой, известной, с ней хотели общаться другие люди. Но все началось с того, что она присоединилась к чему-то более важному. Так бывает в жизни, и я думаю, и в нашей Библии тоже есть такая история, когда очень молодая девушка, Мария, вдруг из кого-то абсолютно незначимого, стала одной из самых значимых фигур в этом мире. И я хочу говорить сегодня о Марии, о Матери нашего Господа, говорить именно о том, что дало ей значимость, и я надеюсь, что мы, наблюдая за тем, как она стала значимой в этом мире, поймем что-то для себя. И это добавит нам значения в этом мире. Давайте почитаем. Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Голливейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария. В шестой месяц, те из вас, кто помнит прошлую проповедь, мы говорили о том, что там чудесным образом Елисавета зачала ребенка, который потом стал Иоанном Крестителем. Так вот, шестой месяц, это шестой месяц после того, как зачала Елисавета. И эта девушка жила в Назарете, в очень таком маленьком, не очень значительном городе, где-то на севере Палестины. Один человек, который там когда-то рассуждал на эту тему, он в Библии записанно сказал, может ли что-то хорошее прийти из Назарета. То есть Назарет не был каким-то особенным городом, а она не была какой-то особенной девушкой. Конечно, сейчас, когда все произошло, и мы все знаем, и нам всем как-то хочется ее возвысить, что она была особенной, в православной традиции даже говорится о том, что она и росла особенно, и в храме ее особенно воспитывали. Но в принципе, наш текст говорит о том, что это была девушка, жившая где-то на окраине, в Иудее, скорее всего, очень молодая, потому что в то время девушек выдавали замуж очень рано, 13-15 лет. Ну, такой, по нашему понятию, это подросток, они еще ходят в последние классы школы. Что ожидала эта девушка в жизни? Скорее всего, если бы Бог ее благословил, и если бы она по тем меркам была бы благословенной, она могла бы рассчитывать хорошо выйти замуж, могла в лучшем случае родить много детей, желательно сыновей, потому что сыновья – это признак особого благословения, заботиться о них и отойти к Господу, выполнив свою миссию на этом земле. Но в ее жизни все пошло несколько по-другому, и это событие, которое произошло, оно перевернуло ее жизнь фактически с головы на ноги. То есть, произошло событие, которое сделало в ее жизни просто переворот. «Ангел, вошел к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слова его и размышляла, что бы это было за приветствие. Она первоначально даже не поняла, что же происходит такое. Почему ее, в такую скромную девушку, она была обрученная, тут написано, что она обручена была другому мужчине, то есть, ждала того, когда они с ней поженятся, она еще была в тот период, когда называлась уже женой, но еще она не могла иметь детей. У иудеев была такая традиция, когда они сначала сочетались, некоторое время жили, возможно, для того, чтобы посмотреть, что жена была верна, и чтобы не было никаких подозрений в том, что она была не верна своему мужу. И через какое-то время они потом уже женились. Вот она была скромной девушкой, которая взял себе Иосиф, жила, себе думала, и вдруг ангел, или что-то, или голос какой-то, вдруг ей говорит, что ты благодатная, ты особенная, и Господь с тобой, то есть, что-то происходит. Она изначально не понимает, что же происходит. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Благодать означает, обрела особую силу, особое расположение. Бог каким-то образом будет через тебя проявлять свою силу. «Вот ты зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет великий, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, Отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Всего она начинает говорить на понятном языке. Скорее всего, она понимала, что речь идет о Мессии, речь идет о том, кого все ждали, о том, кто унаследует царство и будет править всем миром. Она понимает, она часть этой истории. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Вполне логичный вопрос в этой ситуации. «Как это будет?» Я еще не знаю. То есть у нее была... Она, как обычный человек, думала, что как это сделать. Скорее всего, у них с Иосифом будет замечательный сын, этот сын вырастет, и он будет значимым человеком, и он будет царем. Ангел сказала ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и посему рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот Ельсавета, родственница твоя, называемая неплодную, она зачала сына в старости своей, и ей уже шестый месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Теперь следует заметить здесь контраст между той историей, что мы читали в прошлый раз, и здесь. Захария, которому было сказано то, что у него родился сын Иоанн, сказал такие слова, которые разозлили ангела. И ангел наказал Захарию за то, потому что он не поверил Богу. Здесь мы видим слова Марии, и которая говорит, «Я доверяю тебе, как будет, так будет, я раба твоя». То есть здесь слова подчинения, слова смирения Богу. Маленькая, можно сказать, незначительная девушка вдруг становится частью великого замысла Божьего. Ангел говорит ей о том, что в ее жизни будет особым образом действовать сила Божья. И благодаря этой силе она станет великой. И эта сила связана с планом Божьим, с замыслом Божьим, с тем, что делает Бог в этом мире. Мария послушала это, и произошло чудо. Там говорится о том, что сразу же Мария сказала, после того, как она встала, вставшая Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. То есть еще ничего не произошло, здесь автор специально говорит о том, что совершенно мало времени произошло, что она не ждала там несколько месяцев, пока может зачать от Иосифа, своего сына. Она долго не... Она сразу пошла к Елисавете. И когда она пришла к Елисавете, происходит чудо. Вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа. И воскликнула громким голосом, и сказала, благословенно ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева моего. И блаженно уверовавшая, потому что совершила сказанное ей от Господа. То есть что происходит? Она слышит ангела. Ангел говорит, что ты зачнешь, что сила Божия на тебя не зайдет. Будет особый человек родиться от тебя. Ты назовешь его Иисус. Она идет к Елисавете. И Елисавета подтверждает, что это произошло. Почему важно подтверждение Елисаветы? Елисавета, как мы помним, из прошлой проповеди, из отрывка, которая чуть выше, получила особое благословение от Бога. Всю свою жизнь она считала, что Бог ее не благословляет. Всю свою жизнь она несла на себя поношение Божье. И потом, когда произошло это все, что произошло с Захарией, она вдруг поняла, что она имеет особое место в Божьем замысле. То есть фактически Елисавета была особенным человеком, святым человеком. И вот этот святой человек, которому, очевидно, его благословляет Бог, говорит, Мария, у тебя будет сын. Она дает подтверждение, что Мария не сомневалась, чтобы люди не сомневались. Я думаю, что и автор приводит эти слова для того, чтобы читающие этот отрывок не сомневались, что то, что есть, то, что родилось от Марии, тот сын, который родился от Марии, это особенный человек. Откуда мы знаем? Святой человек засвидетельствовал об этом. Мария, когда понимает это, она начинает говорить стихами. Я не знаю, каким образом это записали, я не знаю, что записали, но тот отрывок, который идет дальше, это стихи, это песнь Марии, которая, говорит, я не знаю, может быть, поэты потом это сложили, может быть, что-то, но важна суть того, что сказала Мария. И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут углажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды и родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престола и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего и вспоминал милость, как говорил отца нашим кавраму и семьи его до века. И прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Так, сегодняшний отрывок наш заканчивается. В чем суть ее песни? Эта песня мне, кстати, очень сильно напоминает то, что когда-то пела Анна, когда у нее родился Самуил. Но идея заключается в следующем. В общем, Господь своей силой делает незначительных людей значительными. Делает смиренных людей, то есть тех, на кого, в принципе, не очень смотрят в этом мире, те, кого считают никем, делает важными людьми. Откуда она знает? Она пережила это в своей жизни. Она увидела, что она, будучи простой деревенской девушкой, которая в лучшем случае светила быть никому незаметной, потерявшейся в истории матерью, в лучшем случае, большого количества сыновей. Вдруг Бог оказывает великую милость и делает ее чуть ли не центральной фигурой в истории человечества. Как это происходит? Силой Божией. Мария действительно стала центральной фигурой. Вы сегодня посмотрите, если бы вам сказали, какое имя сейчас самое важное во всем мире, а как чаще всего называют, я не знаю. Но я думаю, что рано или поздно, если мы начнем перечислять, мы скажем, Мария. У меня дочь Мария. Я думаю, что у нас в церкви есть Мария. Я думаю, что, особенно в католических странах, Мария везде. Буквально недавно разговаривал с девушкой из Северной Ирландии, она говорит, у нас протестанты и католики, они всегда враждовали. Откуда мы знали, что кто-то католик, если зовут Мария? Значит, это католичка. Потому что протестанты не называли Марии. То есть Мария стала чуть ли не центральной фигурой. Назовите мне фигуру, которая более центральная. Наверное, Иисус Христос еще. Но Мария центральнейшая фигура во всем. И это, эта центральная фигура, это девушка, которая по меркам Израиля мало что значила в жизни. Она никому нужна. Как это произошло? Ключевые слова, которые мы читаем в этом отрывке, сила Божья найдет у тебя. Бог силой своей, мышцей своей сделал это. Бог силой своей. То есть здесь она говорит очевидно, что я смиреннейший человек. Я человек смиренный, не в том смысле, что она, это качество характера такое, а человек, который, ну, ничего не заслуживает. О ком в то время много говорили, и кто считался сильным? Об императоре Рима. О первосвященниках. О царях и правителях народов говорили. Но я думаю, что многие из нас не могут даже назвать правителей того времени. Время все расставило на свои места. И Мария стала центральной фигурой. Как она стала центральной фигурой? Здесь очень важно вновь вернуться к тому, что было, когда она общалась с ангелом. Во-первых, она стала центральной фигурой, потому что Бог решил сделать интервенцию в ее жизни. Он вошел к ней. Он пришел к ней и сказал, Мария, я хочу делать через тебя великое дело. Во-вторых, она проявила в этой встрече с Богом, с ангелом Божиим, она проявила такое безрядное смирение. Она не стала протестовать, она не стала сомневаться. Она просто смиренно сказала, «А как это будет?» И когда я ей объяснила, она сказала, «Хорошо». Она фактически доверилась Богу. Здесь она встретилась с Богом, она стала частью Божьей истории, и она доверилась тому, что Бог делает в этом мире. Доверие здесь, вера, доверие, ключевое слово в этой истории. И дальше она стала жить с этим. И здесь мы, я думаю, находим, ну, наверное, основной принцип, который часто встречается на страницах Библии. Бог смиренным дает благодать. Бог гордым противится. Бог смиренным дает благодать. Что человек в этом мире получает свое значение и величину благодаря тому, что присоединяется к чему-то значительному. Как та корреспондентка, о которой я вначале говорил. Когда она присоединилась к значительной организации, это добавило ей значимость. Это не добавило ей значимости в вечном смысле. Если кто-то работает в крутой фирме или в корпорации, или работает с хорошими людьми, у которых можно учиться, это может добавить ему каких-то профессиональных навыков или еще чего-то в вечном значении. И в истории человечества оно не имеет значения. То есть, вы знаете, замечаете сходство, когда простой человек, смиренный человек по-мерзким, присоединяется к чему-то великому, он как бы приобретает это величие. В Марии был весь потенциал стать великим человеком. Она могла рожать детей. Она была молодой женщиной, нетородного возраста. Она могла прожить с Иосифом, родить, и она могла достичь определенного уровня величия. Но это величие, которое она могла сделать естественным образом, никак, никоим образом не сравнивается с тем, с чего она достигла благодаря Господу. Благодаря тому, что она стала играть роль в его жизни. В его царстве, в его замысле. Здесь, я думаю, что это второй важный очень принцип. Мы с вами все имеем очень много дорог и талантов. Я думаю, что каждый человек здесь сидящий в чем-то талантлив. Кто-то у нас умеет быстро считать, кто-то писать, кто-то петь, кто-то там хорошо организовывает других людей. Мы все имеем эти таланты, мы все имеем значение. И мы своими силами, исходя из своих талантов, исходя из того, что мы делаем, мы можем достичь определенного уровня. Но то, чего мы достигнем благодаря этому, будет иметь очень мало значения с точки зрения вечности, с точки зрения всего, что делает Бог. И в то же время, если Господь войдет в нашу жизнь, и мы станем частью Его замысла, это поднимет нас до небывалых высот. История с Марией показывает это. И ее песня об этом говорит, и как раз об этом. О том, что Бог смотрит на людей, которые, на этот мир, и говорит, я смотрю на смиренных, на тех, кто доверяет мне, на тех, кто хочет жить со мной, на тех, кто мои цели ставит выше своих целей. И таких людей я возношу. Я смотрю на других людей, которые надеются на свои качества, на свои таланты, на свои возможности, и говорят, Господи, ну, я Тебя люблю, но я в принципе в Тебя верю, но я достигну сам всего. И вообще для меня в этой жизни более важно не то, что Ты делаешь. Так никто не говорит. Но обычно мы делами своим показываем, мы показываем это тем, к чему мы уделяем больше времени, больше сил. Мы говорим, я больше ценю свою идею, свою цель, свой план. И этот человек может достичь многого по человеческим меркам, как Мария могла по человеческим меркам быть матерью многих детей. Но это не то величие, которое Бог предназначил для Марии. Есть еще одна вещь, о которой стоит поговорить. Женщин в древнем мире не очень уважали. Сейчас, к сожалению, часто не очень уважают. Но тогда вообще не уважали. Наверное, многие из вас слышали, что некоторые даже молились, спасибо Господи, что не сделал меня женщиной. Почему? Потому что женщины как раз имели меньше возможностей. Их удел был домашний очаг, они не могли стать великими людьми, руководителями. Были, конечно, какие-то исключения. Но вообще в древнем мире не очень-то поощралось, чтобы женщины кем-то большим становились. И если у них еще и не было детей, то они вообще были ничтожны. Так вот, Бог избирает женщину, приходит к ней, и благодаря действию Бога, Его силе, она становится значительной. О чем это говорит? О том, что с Богом любой человек становится значительной. Возможно, кто-то из нас сегодня сидит и думает, я никто. Я неудачник. Я не сделал ничего большого, я не сделал ничего значительного. У меня особых талантов нет. Вот подумайте о том, что если в вашей жизни появляется Господь, и вы становитесь частью Его замысла, вы сразу повышаетесь в рейтинге. Бог сразу повышает любого человека, который присоединяется к Его замыслу. И мы все знаем, как присоединяется к Его замыслу. Во-первых, необходимо понимать, что жертва Иисуса Христа была за нас, потому что мы грешники. И для того, чтобы войти в Его Царствие, нам необходимо покаяться перед Ним, принять веру Иисуса Христа, родиться свыше, принять крещение и жить по-христиански. Это первый шаг, и это добавляет тебе значение. Но второе, я думаю, чему учит эта история нас, то, что необходимо научиться свою ценность в этом мире и ценность своих поступков в этом мире строить на основании того, что Бог делает в этом мире. Очень часто человек приходит, может прийти домой и говорит, я никто, у меня ничего не получается. А теперь в этот момент подумай, я с Богом. Я служу великому Богу. Я хочу выполнять то, что Он говорит. Я хочу быть верным Ему. И, возможно, это даже не привезет никаких результатов. Смотрите, что было с Марией. Мы немножко забежим вперед. Когда она поняла, что она носит в своем чреве Спасителя, насколько стала легкой ее жизнь? Сначала она вообще пережила домашнюю драму. Ее чуть не выгнали на улицу. Но в нее были все основания сказать, Господь, ну это же твое дитя, почему меня хотят оставить, почему меня хотят... Ей пришлось ждать, пока ангел вмешается и защитит ее. А что было до того момента, пока ангел вмешался? Она переживала стресс. Она думала, я сейчас пойду на улицу, меня могут побить камнями, меня могут выгнать. Следующий момент. Когда ей надлежало родить, вдруг императору захотелось всех переписать. Ей пришлось ехать на ослике. Представляете, что такое беременная женщина? Ехать на ослике, который, может быть, по тем временам это было и замечательное средство передвижения, это для богатых было. Но все-таки не так удобно для беременных женщин. Ей пришлось ехать в Вифлеем. И терпеть всю вот эту вот болтанку. А потом, когда они приехали, можно было бы подумать, Господь бы уготовил ей замечательную гостиницу, замечательное место. Нет, не нашлось места, ей пришлось быть в клеву. И можно было бы думать, я, мать Господа, мать Спасителя, я нахожусь вот в таких скромных условиях. И более того, вся жизнь ее после этого была наполнена переживаниями. Ей было сказано о том, что меч пронзит ее душу. Ей пришлось пережить смерть этого сына. Ей пришлось пережить страдания, ей пришлось пережить сомнения. Возможно, я не знаю, возможно, она не сомневалась. Ничего не говорится об этом священном писании. Но я могу себе представить, что женщина переживает, которая видела, что родился сын, что ему было обещано, что он замечательный, были всякие знаки, он творил чудеса, и тут его убивает. Я только могу себе представить, какое горе пережила эта женщина. О чем я хочу сказать, что то, что Бог избрал ее, и то, что Бог дал ей особенную жизнь, и особое место в ее, в Царстве Божьем, особую знаменитость, вовсе не означало, что она прожила легкую жизнь. Мы часто заблуждаемся в этом, думая, что если я с Богом, то моя жизнь должна быть легкой прогулкой по этому миру, что я должен иметь постоянно полный карман денег, что я постоянно должен во всем иметь успех, все мои болезни должны исцеляться по одной молитве, что бы я ни сделал, все должно у меня идти гладко. Я же Богом. У Марии так не было, у Иисуса так не было, у апостола Павла так не было, у Петра так не было. Они черпали свою значимость и силу не из того, что у них жизнь была хороша. Они черпали свою жизнь из того, что они принадлежат Божьему Царству, и они с Божьим Царством имеют отношение, что они роль играют в этом Божьем Царстве. И если мы хотим научиться счастливой жизни не у проповедников дешевой благодати, которые говорят о том, что приди к Богу и он решит все твои проблемы, приди к Богу, помолись, и если у тебя есть достаточная вера, все твои болезни исцелятся. Приди к Богу, помолись, и он дать себе достаточно денег. Не у этих проповедников, а у Марии. То мы поймем, что ее величие заключалось не в беспредной жизни, а в осознании того, кто она в Царстве Божьем. Мы в Царстве Божьем занимаем особую роль. Разве не сказано каждому из нас, что верующим, а тем, кто приняли его, верующим во имя Божьего дал власть быть детьми Божьими? Мы дети Божьи. Даже если в нашей жизни все идет не так, как бы нам хотелось. Что должно давать нам силы и основания думать о том, что все идет в порядке? Обещание Бога. Мария обрела благодать доверием к словам ангела. Она не до конца понимала, как это будет. Она говорила, как это будет, я не понимаю. Но она доверилась. И за это Бог ее прославил. Никто из нас не может повторить подвиг Марии. Очевидно. И не все, что было в жизни Марии, мы можем присоединить и как бы применить в своей жизни. Но главное, чего можно научиться? Бог благословляет тех, кто смиренно принимает Его волю. Тех, кто связывает свою жизнь с Божьим замыслом и Божьим замыслом для этой земли, с Его историей, с приходом Христа и восстановлением Царства Божьего. И Бог всегда на стороне тех, кто доверяет Ему. С другой стороны, Он противится людям, которые поступают противоположно. Тех, кто связывает свою жизнь со своими навыками, умениями, силой или с другими какими-то вещами этого мира. Тех, кто гордится и говорит, мы сейчас все сделаем сами, и нам не особенно нужно думать о Боге. Он против них. Выбор каждого заключается в том, на кого я хочу быть больше похожим. На Марию и на святых Божьих, которых мы видим в Библии. Или на тех героев нашего мира, которых мы видим. Героев нашего мира очень много. Мы их постоянно видим в Инстаграме, в Исбуке, мы на телевидении. Мы постоянно о них говорим, мы постоянно рассуждаем, мы хотим быть похожими. Я иногда удивляюсь тому, как берут, как кто-то из звезд, или, как говорят, celebrities, то есть известных людей. Им задают вопрос, и говорят там, ваши принципы жизни. И они говорят какую-то банальщину. Абсолютно, ну, такие вот, ну, вот любого человека на улице встретить, и он скажет то же самое. А иногда даже глупости говорят. Все начинают. Вот этот человек с 10 принципов жизни великого актера. Читаешь, ну, глупость, но я про чем? Я читаю всегда. Потому что мне интересно, что же там думает Брэд Питт по поводу семьи. Вам интересно? А почему читаем? Потому что это Брэд Питт. Потому что мы склонны, я и Анжелину Джоли, да? Или еще кто-то. Ну, ты не читал, я знаю, ты у нас серьезный человек. Я читал. Потому что мы склонны смотреть на людей, на людей этого мира. Для нас эти вещи важны. Но рождественская история, к которой мы готовимся, история Марии, нас обращает к другим ценностям, к принципам Божьим. И в них есть счастье. Я вас просто призываю к тому, чтобы поразмыслить над этой историей еще раз. И поразмыслить над тем, что дает важность моей жизни. И это наш последний вопрос. Что дает важность в моей жизни? Как это проявляется в моей жизни? Где я чувствую, что Бог меня особенно благословляет? Давайте поговорим в группах. В каких ситуациях я чувствую, что Бог меня особенно благословляет? И что я важен? Я плохо сформулировал, извините. Я хочу... Давайте мы сейчас с вами помолимся. Я надеюсь, что общение наше продолжится. Что мы больше познакомимся. Мне очень важно, знаете, еще призвать к тому, чтобы никого не оставили без общения. Это бывает, когда человек приходит, один сидит и не с кем пообщаться. Иногда посмотрите по сторонам. Приглашайте. Хорошо? Давайте помолимся. Встаньте, пожалуйста. Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты каждому человеку в Иисусе Христе даешь значимость и смысл жизни. Благодарю Тебя, Господи, что нет таких людей в этом мире, ничтожных и слабых, которые бы не могли стать великими в Тебе. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты помог нам это видеть, чтобы мы в Тебе строили свою жизнь и свой успех. Просим Тебя о Твоем благословении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Брис, пожалуйста. Последнее слово скажу, что удача с Божьей точки зрения и с нашей точки зрения может отличаться. И если вы потерпели неудачу в своих каких-то житейских вопросах, не спешите говорить, что я лужа. Иногда эта неудача может привести к удаче в Божьем Царстве. И когда мы это поймем, мы будем радоваться. Поэтому не спешите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!